Приветствую вас, друзья, на своем ностальгическом канале, гостей, подписчиков. Сегодня приглашаю вас погрузиться в наше советское детство. Это нам помогут сделать якоря времени, машины времени, а именно наши любимые игрушки. И как вы уже поняли, это будут солдатики из набора «Ледового побоища» Советского Союза 70-80-х годов. Игрушек было много, солдатиков было всяких разных. Матросы-пехотинцы, кавалеристы-гусары, но «Ледовое побоище» всегда стояло особняком. Это, не побоюсь этого слова, было настоящим волшебством, настоящей экзотикой. У каждого пацана были такие солдатики. Они не просто были, они были любимой игрушкой. Многие из вас, как и я, тоже не единожды имели, им покупали такие наборы. Они выстраивали целые армии, рыцарские баталии. И это все мы очень любили, занимало наше воображение. Сегодня уже рассуждая на тему, за что же мы так любили вот этот набор «Ледовое побоище». Ведь в конце концов, ничего особенного он как бы из себя не представляет технически. Но, тем не менее, приходят мне такие мысли на ум. Во-первых, конечно же, конечно же, повлиял на популярность этого набора фильм «Александр Невский» Сергея Инзенштейна 1938 года. Ну скажите мне, для кого вот этот фильм не был любимым? Кто его посмотрел только один раз и больше к нему не возвращался? Думаю, нет таких равнодушных. Нет. Это одна из любимейших лент нашего советского детства. Все мальчишки любили фильм «Александр Невский». Фильм действительно эпохальный, это настоящая нетленка вообще в кинематографе. А уж если говорить про наше детство, то это было настоящим волшебством. И, конечно же, я так полагаю, даже, возможно, по мотивам популярности этого фильма, и был создан этот набор. Вот. Говоря про создание набора «Ледового побоища», на самом деле попыток было две. Первая попытка была предпринята по созданию вот этого набора, сделана в 1968 году на московском заводе «Игрушек Прогресс». И художником-скульптором этого набора выступила Зоя Рылеева. Это, да-да, вы не ошиблись, это седьмое поколение декабристов. Художник Зоя Рылеева была известна тем, что участвовала в создании и реконструкции скульптуры для ВДНХ в 50-х годах. И позже как раз она создала самый первый набор «Ледовое побоище» в начале 1968 года. И характерный момент, что, как поговаривают, была тогда первоначально сделана только дружина «Витязи», вот этих красных, да? А рыцарь, то есть полный набор из 20 штук, появился в начале 70-х годов. И первоначально представлял из себя вот именно этих солдатиков, которые вы видите у меня на предметном столе. А это именно 10 рыцарей-тефтонцев в зеленом цвете и таких вот алых богатырей-витязей из русской дружины. Ну, скажем так, попытка была настолько удачной, что тиражировался этот набор, ну, просто миллионами, миллионами тиражами. И, как вспоминает Зора Ильеева, она получала очень хорошую тиражную комиссию, вознаграждение. И, конечно же, она этого заслужила. Ей удалось создать настоящее волшебство. Конечно же, я понимаю, что другой причиной, почему набор был так популярен, это, конечно же, средневековая рыцарская эстетика. Ну, скажите мне, какой мальчик, какой ребенок пройдет мимо такой экзотики, как средневековые рыцари? Ну, друзья, это практически невозможно. Конечно же, рыцарская эстетика, она и сегодня многих уже взрослых людей привлекает заняться историей средних веков, историей рыцарства, историей крестовых походов. Не избежал этого и я. Да, вот такая рыцарская эстетика. Кстати, хочу сказать, вторая попытка создать набор «Ледовое побоище» была сделана в середине 70-х годов, 1975 года. Скульптором-художником выступил Лев Разумовский. Это был совсем другой набор. Это уже был набор оловянных солдатиков, 14 штук, где, пожалуй, известность этого набора была, наверное, меньше, тиражей тоже было меньше. Производство велось на Ленинградском карбюраторном заводе. И, конечно же, вот этих оловянных солдатиков из «Ледового побоища» многие даже не помнят. Я честно скажу, я не видел этот набор. Я видел его только на фотографиях. И скажу вам, конечно же, исторические детали доспехов, вооружения гораздо более точные. И сейчас мы с вами об этом тоже поговорим. Не стану кривить душой рыцарей, тевтонцев, псов-рыцарей из набора я любил гораздо больше. Да, нравились они мне по-настоящему больше витязей. Намного были они мне интереснее. Любил их больше разглядывать, чем наших богатырей. А еще у меня была такая репродукция из московской панорамы. Фоторазворот доспехов рыцарей 15 века. Вот посмотрите. Я как загипнотизированный смотрел на эту фотографию, разглядывал детали. Ну, просто с ума сходил по этой фотографии. Потом возвращался к немецким тевтонцам. Что касается качества изготовления солдатиков, многие коллекционеры помнят, что рыцари появились в наборе в зеленом цвете в начале 70-х годов. Это самые, что ни на есть, аутентичные рыцари из набора. Выпускались они в разных оттенках зеленого. Видимо, это было связано с тем, какая была краска на складе. В ту и красили. Вот видите, можно было увидеть мятный цвет. Такой вот более теплый. И позже, конечно, были попытки выкрашить все это в более экзотические цвета. Может быть, это какой-то примитивный маркетинг советской промышленности. Но, скорее всего, опять же, вопрос снабжения. Какая была краска, такой красили. Рыцари самые, что ни на есть, тут простые, двумерные. Такой вот пластик, аверс, реверс. Тем не менее, детализация очень неплохая для того времени. Если мы будем с вами говорить о какой-то исторической подоплеке, о технических деталях вооружения и амуниции, доспехов рыцарских, конечно же, без улыбки на это смотреть сегодня нельзя. Но мы будем снисходительными. Мы же с вами понимаем, что замечательная женщина-художник Зоя Рылеева прежде всего пыталась внести в эти фигурки рыцарскую магию. Некий собирательный образ рыцаря. Такой вот гротескный. И это у нее получилось. Это была настоящая магия. Как мы видим, все настолько здесь красиво. Все настолько волшебно. С детализацией. Особо дотошные люди, разбирающиеся в истории средних веков, увидят, что вот, например, два эти солдатика, ничто иное, как такая музейная экспозиция или экспозиция из справочников. То есть вот именно такие парадные доспехи рыцарей можно увидеть в разных музеях. В Эрмитаже, в Оружейной палате, в Дрезденском музее. Вот стоят как раз такие голубчики с такими готическими доспехами 15-го, начала 16-го века. Уже такое позднее Средневековье. Конечно же, тефтонские пешие рыцари никак не могли вот так вот выглядеть в такой амуниции. В то же время, если мы посмотрим на конных всадников, на рыцарей, мы также увидим, что, скорее всего, на них, опять же, доспехи турнирные. Или парадные, или турнирные доспехи. Где-то, наверное, второй половины 15-го века. Вот, смотрите, видите, турнирные доспехи. Те, кто из вас изучает историю, конечно же, знают, что каждый вельможа, каждый, ну не знаю, там, барон, герцог, для него было делом чести иметь самые навороченные доспехи. Это как бы был бы элемент престижа в то время. И они были вот такими вот замысловатыми, сложными. Они со временем все усложнялись, совершенствовались. И в 1242 году в таких доспехах рыцари, конечно, быть не могли. Однако отдельно мы видим некоторые детали, которые все-таки могли быть на тефтонцах. Вот как здесь, видите? Простейшая такая вот шапка-шлем железная. С кольчужкой под шлемом сюрко, крест, меч. Вот, наверное, единственный достоверный шлем Топхельм, который был на рыцарях-садниках, но ни на как, ни на пеших рыцарях. Вот, посмотрите, тяжелый большой шлем Топхельм, ведрообразный, как в фильме Эйзенштейн 38-го года. Но, опять же, занудствовать мы с вами не будем. Зоя Рылееву мы все это простим, потому что главной цели она достигла. Она внесла в эти фигурки настоящую магию и волшебство. Захватило все наше воображение. Что касается богатырей, витязей из русской дружины, здесь все все-таки более точнее сделано. Видимо, тем более близко. Обратите внимание, да? То есть нормандский шлем, кольчушка, вот эта вот чешуйка. Ну, здесь они были более точно сделаны. Что касается разрешения, даже можно увидеть на флаге нашего знаменосца вот такой образ Христа, спасителя. Вот он. Или кто, я не знаю. Может быть, это какой-то святой. Ну, вот здесь относительно вооружения и амуниции более точно переданы у витязей. Вот здесь у витязей есть три динамические фигурки. Они наиболее нам интересны. Два вот здесь. Меченос у нас получается один лучник. Вот характерные элементы. Щит, меч. Вот, посмотрите. Остальные все-таки фигурки были более скучными. Вот эти такие вот плоские столбики. Я не знаю, в них играть было невозможно. Их только можно было убивать каким-то другим солдатикам. Потому что, ну, как ими можно было играть? Для ребенка в три года вся эта рыцарская тематика не могла пройти бесследно. Во что бы ни стало, я хотел стать настоящим рыцарем. И тогда, увидев в спортивном отделе спорттоваров хоккейную маску вратаря, я упросил папу за рубль сорок мне ее купить. И это, наверное, как бы единственная вещь, которая мне позволяла хоть как-то стать, быть похожим на рыцаря-тефтонца. Сейчас многие из вас улыбнутся и скажут, да, это непременный атрибут маньяков из современных ужастиков типа Хэллоуин. Но тогда это была настоящая рыцарская вещь. И каждый вечер, вот в этой маске, выходя с клюшкой, ну, погоди, играть с детьми в хоккей, я-то ведь представлял себе не хоккей, а что сражаюсь в настоящей рыцарской средневековой баталии. И позже, друзья, вот вся эта рыцарская атрибутика во втором классе привела меня в хоккей. Да, я пришел в хоккей не через какие-то спортивные достижения нашей красной машины, а именно через вот эту рыцарскую атрибутику. Ну, наверное, это для меня была единственная возможность побыть настоящим рыцарем. Я надеюсь, друзья, что вам интересно было со мной сегодня повспоминать наше ледовое побоище эпохи Советского Союза. Надеюсь, у меня получилось вас развлечь. Жду вас на следующих своих видео. А джинсы и все остальное еще будут. Рад, что вы меня смотрите. До встречи.